добрый день дорогие друзья мы продолжаем с вами наш прямой эфир с вами я оксана шевчук сегодня мы с вами говорим про бюджетные отели в турции непосредственно про три отеля будем говорить это киликия пэлэс гейнюк лонг бич резорт энд спа и пиджес кириш резорт все эти отели в этом сезоне зарекомендовали себя как идеальнейшее лучшее соотношение цена и качественно цена и качество цена у них немного всех отличается цены вы можете посмотреть во вкладке туры вот здесь это абсолютно рядом возле меня также напоминаем что мы с вами в прямом эфире а это значит что во вкладке комментарии вы можете задавать вопросы вот сейчас прям в прямом эфире абсолютно в любое время и я отвечу вам на них вот так вот прям с экрана мы уже проинспектировали турцию мы были на первом чартере который стартовал 1 июля из аэропорта борисполь в анталию мы пробыли в турции и целую неделю проверили как работают отели какие есть новые правила связаны с пандемией к вид 19 что в отелях поменялось что теперь там работает не так как раньше у нас уже есть гости в трех отелях про которые мы сегодня будем говорить они поделились своими самыми свежими и активными отзывами кто-то даже видел за что им большущее спасибо потому что теперь это видео и эти отзывы можете увидеть вы и не переживая абсолютно ни о чем понимая к чему готовится что вас ждет забронировать свой отдых в один из этих трех отелей мы сейчас подробно обсудим чем отличаются от или друг от друга что у них работает что у них на данный момент не работает для кого для какого отдыха лучше выбрать каждый из этих отелей для отдыха парами или для отдыха с детьми все сейчас выясним поэтому не переключайтесь будьте вместе с нами ну а если у вас нет времени тогда заходите во вкладку материалы и там посмотрите наши ролики которые мы подробно сняли про каждый из этих отелей там есть и про long beach resort and spa ролик со свежайшими отзывами про пиджей с кириш резорт с свежайшим видео гостей которые на данный момент там отдыхают и про отель киликия пол из генюк также со свежайшими отзывами мало того даже с прямым включением с представителем отеля из турции просто свежее и правдивой информации у вас уже реально другой быть не может поэтому смотрите эти ролики либо же продолжайте смотреть меня и я расскажу вам все об этом подробно а также не забывайте нажимать на кнопку заказать туры эксперта выбирайте как эксперта непосредственно меня оксану шевчук сегодня буду я вашим экспертом и оставляйте свой там номер телефона свой контакт а также свой e-mail и я с вами свяжусь и мы просчитаем любой из этих трех отелей для вашей семьи на вашу продолжительность которая вам необходима на те даты которые необходимы именно вам ну а сейчас для затравочки я хотела бы вам показать небольшой ролик про то как обычно в турции продают мороженое какое это уникальное шоу если вы будете в турции и увидите мороженщика не проходите мимо обязательно купите мороженое только заранее обязательно подготовьте камеру потому что он так просто мороженого мне отдаст он это превратит в очень интересное шоу у меня есть и 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 за и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Это главный блок, блок А и блок Б, на данный момент блок Б для заселения закрыт. Но вся инфраструктура, которая есть возле этого блока, она работает. Это алиокарты, бассейн, это бар, конечно же, вы там можете отдыхать, там релакс-бассейн. И именно возле блока Б сейчас можно ненадолго сбежать от своей семьи и отдохнуть на лежаке, пока дети, например, будут в детском клубе, либо на горках с папой, либо в море. Вы можете насладиться, наконец-то, тишиной, просто почитать книгу, либо же посмотреть что-то в Инстаграме, сделать какую-то публикацию, сториз, про которую вы давно уже собирали фотографии, потому что Wi-Fi в отель достаточно хороший, и у вас такая возможность 100% будет делать даже это несколько раз. Вообще, в принципе, отель Киликия Пелос Гейнюк – это очень инстаграмный отель. Здесь очень много невероятно красивых локаций, где можно сделать фотографию. Здесь есть французский дворик возле кондитерской, здесь есть небольшой бассейн с розовыми фламинго, здесь есть панорамный бассейн, здесь есть очень красивая терраса возле лобби, с которой открывается просто невероятный вид на отель, как раз-таки на сосны, на пальмы, и вы можете здесь тоже сделать уникальную фотографию, поверьте, там будет вообще непонятно, где именно вы находитесь. Также все дорожки, сам пляж, в отеле тоже очень красивые лужайки, где проводится анимация, и здесь тоже есть где делать 100% красивые фотографии. Ну и, в принципе, на фоне просто гор можно фотографироваться, фотографироваться и фотографироваться, но лучше, конечно же, купаться в море постоянно. Итак, по питанию. Есть ли какие-то изменения в отеле Киликия Пелос в 2020 году по сравнению с прошлыми годами? На сервис, на качество и на количество питания ничего никак не повлияло. Киликия Пелос держит свою марку и продолжает радовать своих гостей очень разнообразным и качественным питанием. Все также здесь подаются на завтраки два вида соков фреш, все также здесь много очень фруктов, работает кондитерская с просто невероятными какими-то кондитерскими приключениями, а не обычными пироженными. Конечно же, в кондитерской есть мороженое, которое вы можете попробовать в течение дня. Есть, конечно, кофе. Всегда вы можете, так же, как и раньше, заказать себе чай. Очень большая коктейльная карта. Конечно, есть из крепких напитков все также очень большой выбор. Есть и виски, и вермут, и другие напитки. Киликия Пелос сотрудничает с торговой маркой пиво Эфес, поэтому здесь разливают пиво только такое. Также Киликия Пелос Гинюк сотрудничает с торговой маркой Кока-Кола, поэтому с напитками здесь проблем у вас 100% не будет, как и с едой, вы будете очень довольны. Ваше питание будет разнообразное. По детской анимации и взрослой анимации какие есть нюансы? На данный момент детский клуб, хоть и открыт, но работает сначала с 10 до 12-30, потом у него перерыв, и он работает еще 2 часа. В это время проводятся анимации для деток. Детки развлекаются с ними, с ними девочки-аниматоры занимаются в это время. К сожалению, в связи с пандемией COVID-19, увы, нельзя работать детскому клубу, так как он работал ранее. Это чтобы он был открыт целый день, и дети могли там отдыхать большее количество времени. На данный момент открыто только то, что расположено на открытом воздухе, поэтому с детьми проводятся там кое-какие спортивные мероприятия и другие разные игры, но детям все равно достаточно весело. Помимо этого в Килики и Пелос Гюнюк для детей же есть еще бассейн с горками, есть бассейн с горками для взрослых, с горками для деток, есть бассейн для самых маленьких. Очень удобно, что здесь над бассейном растянут очень широкий тент, и детям не будет светить солнце, и будет всегда аккуратный тенечек. Это очень комфортно, когда у вас маленькие дети, все мамы это знают. Поэтому, поверьте, отдыхать в отеле Килики и Пелос Гюнюк с детьми очень удобно, тем более, что здесь на пляже при входе в воду, несмотря на то, что это кемер, достаточно мелкая галька, и вы можете смело сюда отправляться всей семьей, и даже брать с собой бабушку, потому что ей тоже будет комфортно заходить в воду. Ну, а если вашему папе нужна будет глубина и сразу для того, чтобы нырять, то он может это делать с пирса, потому что в отеле, конечно же, есть спирс, пирс, с которого можно нырять и сразу чувствовать на себе всю глубину воды. Средиземное море на данный момент уже прогрелось до 28 градусов, вода очень теплая, поэтому не откладывайте свое путешествие 100% на завтра, подумайте о том, что уже пора бронироваться и лететь отдыхать. Я напоминаю вам, что мы в прямом эфире, и вы можете задать комментарии, а я могу всегда в любое время на них ответить. Вот давайте проверим сейчас, есть ли у нас какие-то вопросы. Какая разница по цене, если отдыхать одному? Можно ориентироваться на цену на сайте? Да, на цену на сайте ориентироваться можно, а какая разница будет для вас по стоимости, если вы будете ехать один, либо у вас будет двое взрослых в одном номере? Если вы хотите это узнать, пожалуйста, нажимайте на кнопку «Хочу заказать тур от эксперта», заполняйте свой номер телефона и свой e-mail, выбирайте как эксперта меня Оксану Шевчук, и я вам расскажу разницу между стоимостью номера Double и стоимостью номера на одного, то есть сингла, в отеле Киликия Пелес Гюнюк, 5 звезд, которые находятся на первой линии в поселке Гюнюк, либо тех двух отелей, про которые мы еще сегодня будем говорить. Не откладывайте реально на завтра, потому что цены на данный момент очень хорошие, и уже завтра они могут измениться. Отель на данный момент загружен уже больше, чем на 50%, поэтому ничего не предвещает для того, чтобы цены падали. Думаю, в скором времени откроется и блок B, и отель будет заполнен еще больше. А на данный момент по ценам на ближайшие даты на двоих взрослых отель Киликия Пелес Гюнюк на 7 ночей стоит 1259 евро. Но для двоих взрослых и двух детей с возрастом полных 11 лет, до 11 лет, этот отель стоит 1767 евро. И это тоже на 7 ночей. Хочу также обратить ваше внимание на то, что отель работает по системе ультра, все включено, которая работает круглосуточно. Поэтому здесь с напитками или с едой у вас проблем не будет. Вы сюда можете ехать даже с очень маленькими детками, и вам 100% будет комфортно отдыхать. Мы с вами поговорили про отель Киликия Пелес Гюнюк, который находится в регионе Кемер. А теперь давайте мы с вами перейдем к описанию нашего второго отеля. Отель называется Long Beach Resort & Spa. Ну и для начала, конечно же, я бы хотела вам показать небольшое видео про этот отель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так я думаю, что вы увидели на этом видео самую основную фишку отеля, которая говорит о том, что не надо бояться 110 километров трансфера от аэропорта Анталии к отелю Long Beach Resort & Spa, потому что здесь есть то, ради чего сюда 100% стоит ехать, это 5 аквапарков. В отеле есть аквапарки и для маленьких деток, и для деток, которые немного постарше, и для подростков. Здесь есть два аквапарка для взрослых, причем отель Long Beach Resort & Spa не сидел спокойно в зимнем сезоне сезона 19-2020. Они готовились к сезону новому, и один из взрослых аквапарков они реновировали, заменили горки, поэтому вам будет здесь еще комфортнее отдыхать. Помимо этого, отель также еще провел другие масштабные реновационные работы, в Лобе была проведена реновационная работа, там абсолютно новая мебель, там все заменено. И когда мы были на инспекции, то эта мебель еще даже была упакована и была в состоянии ожидания своих первых гостей. Отель открылся в начале июля 2020 года и уже работает достаточно долго и ждет своих гостей. Ну, как бы он уже не ждет, потому что загрузка на данный момент в отеле больше 70%. В этом отеле всегда такая была загрузка, и этот отель очень любят, он очень популярный, он всегда был загружен. Сюда люди возвращаются и возвращаются, много-много раз возвращаются. Сначала сюда приезжают парами, постепенно появляются дети, начинают отдыхать своей семьей, потом приезжают с друзьями, потом приезжают с бабушками. Поверьте, я очень часто просто помогаю бронировать большие очень компании в отеле Long Beach Resort & Spa, потому что в этом отеле очень весело, очень кайфово и очень здорово отдыхать именно веселой, шумной, большой компанией. Ну и если у вас нет компании, если вы приехали одной семьей, то здесь вам ее не проблема найти, потому что здесь все очень веселые. Здесь, как же я уже говорила, луна-парк, пять аквапарков, два бассейна с морской водой, большой амфитеатр, который находится на пляже с красивой и яркой анимацией, большая достаточно анимационная команда. Здесь также проводится дискотека на открытом воздухе. В этом году отреновировали один из баров, и теперь там легкая музыка играет. Отреновировали весь главный корпус, заменили полностью везде кровати и свет, и теперь в отеле отдыхать еще комфортнее, хотя и до этого, в принципе, особых проблем не было, кроме его большой загрузки. Но отель имеет не зря название Long Beach, поэтому все гости всегда так очень расходились по пляжу. У отеля два больших пляжа, они немного разные. На одном пляже в песочный пологий вход там в основном отдыхают семьями, семьи с маленькими детками, для кого это более комфортно и удобно. На втором пляже вход не такой комфортный, там есть и обрывы, и спуски по ступенькам, поэтому на втором пляже обычно отдыхают семьи с взрослыми детьми, либо пары. И даже вот так разделяются в этом отеле гости, поэтому, в принципе, здесь никто никогда друг другу не мешает. И аквапарки тоже все разделены, поэтому маленькие детки никогда не будут мешать деткам постарше. Детки постарше не будут мешать деткам помладше. С этим проблем у вас 100% не будет. Смело выбирайте отель Long Beach Resort & Spa для своего отдыха в сезоне 2020. Что здесь с питанием? У нас там уже были гости. Гости его, как говорится, попробовали на вкус, они там отдыхали. Поэтому есть уже такие свежие первые отзывы. С питанием абсолютно все хорошо, такое же, как и было. Достаточно разнообразное для бюджетного отеля 5 звезд в Аланье. Не ищите здесь морепродукты, не ждите их. Их тут не будет, потому что это не тот уровень отеля. За морепродуктами надо ехать в другие отели. Здесь будет рыба, здесь будет курица, здесь будет мясо, здесь будут фрукты. Здесь будет разнообразие супов, каш, также фруктов. Ну, с морепродуктами, конечно же, увы, не сложится. Но есть много, я вам расскажу несколько секретов, какие есть очень хорошие ресторанчики в Аланье, куда можно поехать и попробовать очень вкусные морепродукты. Поверьте, это не то же самое будет, что вы попробуете это в отеле. Там это намного интереснее, намного вкуснее. Напоминаю вам, что мы находимся в прямом эфире. Сейчас я нахожусь в своем офисе, а вы, возможно, находитесь либо дома, либо на работе. Или вы, может быть, едете в пробки, смотрите меня. Меня зовут Оксана Шевчук, я эксперт в Bombarbia TV. Сегодня мы говорим про бюджетные отели в Турции. Вот один из них, Long Beach Resort & Spa. Сейчас говорим про него. Так как мы в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите во вкладочку «Комментарии» и оставляйте там любые свои вопросы, которые у вас возникают во время прямого эфира. Я буду на них отвечать. Если у вас вопросов уже нет и вы готовы бронироваться, тогда нажимайте на кнопку «Хочу тур от эксперта». Выбирайте экспертом именно меня, Оксану Шевчук. Оставляйте свой номер телефона и свою электронную почту. И я свяжусь с вами. И мы забронируем тур для вас, непосредственно для вашей семьи. На ваши даты вы получите именно те условия, которые необходимы именно вам в этом отдыхе. Мы также обсудим, возможно, какую-то другую категорию номера, если это вас интересует. Ну и все остальные другие нюансы. Жмите на кнопку «Хочу тур от эксперта». Я думаю, что вы обратили внимание на бегущую строку с ценами. Также можно посмотреть на цены во вкладочке «Туры». Я бы хотела вам их еще озвучить. На ближайшие даты отель Long Beach Resort & Spa для двоих взрослых стоит 970 евро. Но для двоих взрослых и двоих детей с возрастом до 11 лет этот отель стоит на 7 ночей 1396 евро. Причем попрошу заметить, что с питанием ультра все включено, которое работает 24 часа в сутки. Ну, завтра цены могут быть абсолютно другие, поэтому не откладывайте. На завтра нажимайте на кнопку «Хочу тур от эксперта». Выбирайте экспертом непосредственно меня. И мы с вами сбронируем ваш отдых в один из трех отелей, про которые мы сегодня говорим. Я думаю, что нам с вами теперь... К сожалению, время нашего эфира немного ограничено, поэтому мы не можем говорить вечно о отеле. Хотя я могла бы, и мне есть еще что рассказать, поверьте. Но нам пора переходить к нашему третьему отелю, который называется PGS Kirish Resort. Будем говорить о нем. Ну и, конечно же, я бы хотела показать вам небольшое, коротенькое видео про него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что с зонтиками, с шезлонгами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На данный момент находятся наши гости Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПДЖС Hotel Kirish Resort В ближайшее время отель Собирается провести полную реновацию И я вам скажу, что Та природа, та зелень И те горы, которые Находятся у вас за спиной И в принципе весь сам поселок Кириш и Тагалька И это море Вскрывают все вот эти вот маленькие нюансы И отдыхать в отеле ПДЖС Hotel Kirish Resort Очень комфортно и удобно Вам приятного просмотра видео Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 погулять в парке Олимпос, либо просто по набережной, можно съездить на такси, можно съездить на маршрутке, это не проблема, город Кемер действительно рядом, и мы все знаем, какая развитая и активная там инфраструктура, там есть и торговые центры, и маленькие, и большие, есть небольшие мастерские по производству кожаной обуви, я лично там покупала обувь, ношу ее до сих пор, вот даже сейчас в ней на данный момент, очень удобная обувь, конечно, вы можете просто погулять по набережной, вы можете скушать мороженое, я немного позже покажу вам, как это выглядит, какое-то нереальное шоу каждый раз в Турции, покупка мороженого, никто вам просто так его не отдаст, это всегда будет превращено в нереальное действие, как в принципе и любая подача блюд в каждом из ресторанов, в Кемере есть очень много таких маленьких, аутентичных ресторанчиков, куда я рекомендую сходить туристам, для того, чтобы вкусить вот именно саму Турцию, ту, какая она есть, здесь на Анталийском побережье, конечно, все равно это туристическое место, популярное, и это немного не так, как, например, где-нибудь глубже, да, подальше от моря, но все равно здесь вам очень сильно понравится, если вы сходите вот в такие маленькие, тоненькие кафе. Помимо этого, возле поселка Кириш, совсем рядом, находится древний город Фаселис, его развалины, и кто был в Турции, но никогда не был на пляже Фаселис, поверьте, вы очень много потеряли. На этот пляж надо обязательно сходить и днем, и вечером, потому что в каждое время суток есть невероятные просто нюансы у этого пляжа, вечером, благодаря тому, что там проживают, я не буду вам говорить, а кто, я думаю, что лучше просто погуглите и узнайте сами, для того, чтобы возникло еще большее желание там побывать. Это голубизна воды, это сосны, которые растут просто практически на пляже, вам 100% понравится. Естественно, можно, конечно, съездить еще на канатной дороге в горы, посмотреть на все Анталийское побережье сверху. Сейчас очень мало людей, которые именно берут экскурсионную программу, поэтому на экскурсиях людей немного, и на той же канатной дороге. Если, например, ранее всегда была загрузка кабинки 80 человек, то сейчас эта загрузка всего 50%, и можно сделать просто уникальные видео и фотографии, на которые у тебя всегда не хватало времени и возможности, потому что кто-то тебе мешал, например, своим локтем. Сейчас этого не будет, и у вас действительно есть возможность это сделать. Не откладывайте ни в коем случае свой отдых, если вы о нем планировали, если вы его хотели в этом году, в 2020-м. Подумайте еще раз, пожалуйста, заполните, спросите у меня что-то в комментариях, если это вас волнует, если у вас есть какие-то неотвеченные вопросы. Но напоминаю вам, что мы в Турции были, мы ее уже проверили, и у нас есть подготовленные видеоматериалы о том, как сейчас работает пропускной пункт в Борисполе, как работает Анталия на прием, какой там есть масочный режим, нет масочного режима, и о том, как работают кафе, бары, рестораны, торговые центры, экскурсии. Все это вы можете посмотреть у меня во вкладочке «Материалы», либо нажать на кнопку «Хочу заказать тур у эксперта», оставить свой телефон и свой e-mail, я с вами свяжусь, и мы обсудим, и я отвечу на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Мы выберем ту дату, которая вам нужна для вашей семьи, и забронируем один из трех отелей, про которые мы сегодня говорили. Давайте пока немного закончим про отель PGS Hotel Kirish Resort. На него сейчас просто невероятно приятные цены. На ближайшие даты этот отель для двоих взрослых стоит всего ничего 894 евро, а для двоих взрослых и двух детей попрошу заметить и акцентировать на этом внимание, что дети в этом отеле до 12 лет, он будет стоить 1312 евро. На питании все включено 24 часа в сутки. Да, здесь есть ресторан, который работает ночью, и вы там можете покушать супчик и съесть другие легкие закуски. На 7 ночей. Ну что ж, если вы надумали, то еще раз вам говорю, нажимайте на кнопку «Заказать тур у эксперта», выбирайте экспертом именно меня, Оксану Шевчук, оставляйте свои контакты, и я с вами свяжусь. И мы просчитаем именно тот отель из тех трех, про которые мы сегодня говорили. Оговорили мы про Киликию Пелес Гейнюк, про Лонг Биш Резорт и Спа, про ПДЖС Кириш Хоутл Резорт. Мы просчитаем какой-то из этих трех отелей на ваш состав семьи, на количество необходимое вам только ночей, на те даты, которые интересуют только вас, и забронируем его. При этом вам не надо будет даже выходить из своего дома. Если у вас останутся какие-то вопросы, то у нас есть, в принципе, уже все видеоматериалы, которые могут ответить на эти вопросы. Мы были в Турции, мы ее проэкспериментировали. Еще раз вам повторяю, потому что мы говорим только о том, что мы видели лично и что мы знаем точно сами на 100%. Нам, увы, пора заканчивать, потому что время у нас ограничено. Хотя, поверьте, я могла бы говорить про отели эти очень долго и рассказывать вам очень-очень много про них информации. С вами была я, Оксана Шевчук. Я надеюсь, что я вам была очень-очень полезной. Но не переключайтесь, ведь я сейчас вам еще покажу видео о том, как обычно выглядит продажа мороженого в Турции. Поверьте, это необыкновенное шоу. И если вы будете в Турции, будете гулять, увидите мороженщика, не проходите мимо, обязательно купите у него мороженое. Только предварительно достаньте камеру и приготовьтесь это снимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы сказали, что не спрашиваете меня, но я не могу на айскринке. Что я могу сделать? Я хочу дать вам немного экстра, хорошо? Хорошо, спасибо. Я скажу, что это для вас скоро, хорошо? Будьте, пожалуйста. Резкий, друзья, резкий. Да! Да! Винар, винар, да. Спасибо большое. Очень желаю. Будьте, всем аппетит. Будьте, добры. Wait, дай и качать. Продолжение. Да, качать. Стопил, качать. Брехать? Единственное. Субтитры делал DimaTorzok